Это Укрлайф, мы продолжаем наш прямой эфир и, конечно, мы продолжаем наш марафон, который называется «Два года незаконной оккупации Крыма. Что дальше?» И звоним мы замечательному эксперту Наталье Миримановой, звоним мы ей в Брюссель. А пока мы будем ей звонить в Брюссель, я вам хочу рассказать, вот чем она замечательная. Кроме того, что она просто обаятельнейший человек, я вот хочу сказать, что она является экспертом-практиком в области трансформации конфликтов и миротворчества. И что она имеет более чем 20-летний опыт работы в конфликтах в регионах Южного Кавказа, Центральной Азии, Молдовы, России, Украины, стран бывшей Югославии и Восточной Европы. Итак, Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Уж извините, чуть дольше вас представляли, но зато вот нашим зрителям теперь понятно, почему мы к вам позвонили. Ну, Наталья, сложная у нас ситуация образовалась со всех сторон в Украине. Во-первых, у нас забрали, украли, что называется, Крым, развязали войну на Востоке. Но сегодня я бы очень хотела, чтобы в конце нашего интервью мы немножко поговорили о войне на Востоке тоже. Ну, а начнем, конечно, с Крыма. Вот марафон длится четвертый день, и как бы вот что случилось за два года, так или иначе мы обсуждали. Но намного меньше мы обсуждали ответ на вопрос, что дальше. И вот вам, как эксперту, человеку, знающему разный мировой опыт, вот я этот вопрос в первую очередь и адресую. Вот что делать дальше? Хорошо, я немножко не услышала конец вашего вопроса, но я полагаю, что это о будущем? Конечно, что дальше? Вот вторая часть вопроса, два года оккупации, что дальше? На что мы можем надеяться, что мы сами можем сделать, на что мы можем рассчитывать мирового сообщества? Ну, я, конечно, сейчас вам расскажу не то, что дальше, потому что если бы я это знала, если бы у меня был магический кристалл, я бы с удовольствием вам это сказала. Но я боюсь, что никто сейчас не может этого сказать, хотя бы в силу того, что вообще ситуация в регионе, в широком масштабном регионе, включая и Турцию, и Сирию, и Украину, и Россию, конечно, она развивается так стремительно, что очень трудно делать какие-то прогнозы. И Крым, конечно, в этой ситуации не просто так, то есть он не какой-то просто кусок земли, потому что это тоже стратегическое место. Но я считаю, что очень важно для того, чтобы строить прогнозы на будущее, немножко понимать, какой, собственно, Крым был на момент, когда случилась аннексия. И поскольку я имела честь быть директором проекта «Крымский политический диалог» на протяжении пяти лет, вот как раз последний год ударил нас вот этими событиями, и очень хорошо себе представляю, какой была, по крайней мере, крымская элита, интеллектуальная, политическая и так далее из разных этнических групп. Я могу сказать, что много было вокруг Крыма мифов, которые застали всех врасплох, в общем-то. Ну, например, о том, что Крым – это такое специальное место, где все разные народы живут в мире друг с другом, и вообще оно такое волшебное. Я считаю, что это был миф, потому что, по крайней мере, на уровне политических элит, интеллектуальных элит, уровень ксенофобии в Крыму был колоссальный, вот как это ни странно. И это всегда было таким, как бы, дилеммой, да, мистикой, почему за гораздо меньшие высказывания, менее жесткие, менее, ну, просто людоедские, я бы даже сказала, в таких местах, как на Кавказе, в Центральной Азии случались войны, и погибали десятки тысяч людей, а в Крыму этого не происходило. Вот это была вечная такая загадка, которую все пытались разгадать, почему в Крыму есть все предпосылки, да, и были все предпосылки для межнациональных конфликтов, да, но там ничего не произошло. Это так и остается для меня загадкой, честно говоря, есть разные объяснения, но ни одно из них, на мой взгляд, не объясняет ситуацию точно. Начиная от того, что крымчанам просто лень воевать, вот, и заканчивая тем, что есть, как бы, сдерживающие геополитические факторы, которые не дают, то есть это такая, называется, так называемая внутренняя геополитика, что на Крым накладываются три геополитические, ну, структуры, если можно так сказать, Россия, Турция и Европейский Союз, и они держат, значит, эту ситуацию в равновесии. Но вот эта ксенофобия, которая существовала и которая, кстати, использовалась в избирательных кампаниях, даже в частных разговорах, в университетах, да, она была. Но как она проявлялась, Наталья? Она проявлялась, я не могу даже повторить слова, которые употребляли люди по отношению, так сказать, к другим этническим группам, люди, профессоров университетов, например, и там, политики и так далее. Я не говорю о том, что это все крымское общество было таким. И были, были замечательные проекты, как культура добрососедства и некоторые другие, которые героически боролись с этой ксенофобией, пытаясь воспитывать в детях, да, большую толерантность и уважение к различиям друг к другу и так далее. Я должна сказать, что вот эта ксенофобия была очень характерна как раз для возраста, ну, 40-50 лет. Потому что очень пожилые люди, которые, может быть, еще даже помнили времена как бы мирного сосуществования всех групп, вот как, если вы читали Медееву и ее дети, Людмилу Улицкой, вот это как раз тот Крым волшебный какой-то, необыкновенный волшебный Крым, где греки ходили к крымским татарам, а крымские татары ходили к русским, и все они вместе отмечали праздники. Вот такая как бы картинка, да, она в памяти у стариков была. Молодежь тоже была более толерантной, я должна сказать, может быть, в силу как раз вот этого проекта, может быть, в силу того, что все-таки молодежь росла в Украине, и Украина, ну, допустим, если сравнивать с Россией, конечно, страна более свободная и более такая, ну, более европейская, если можно так сказать, клише такой употребим. А вот возраст 40-50, может быть, чуть-чуть больше лет, это была самая-самая такая вот квинтэссенция ксенофобов, и как раз вот эта категория, она и рулила Крымом, собственно, и интеллектуально, и политически. И вот мне кажется, что этого недооценивать нельзя. Это была не та ксенофобия, которая толкала людей на насилие, и эта ксенофобия никогда бы не толкнула людей на конфликт по отделению Крыма, да, нет. Но эта ксенофобия, она, видимо, не дала противостоять, да, вот этой аннексии. То есть смотрите, что произошло. Когда вошли эти зеленые человечки, эти, значит, российские военные, ну, или какие там, непонятно было, но все знали, какие они, в общем, люди с оружием, да, что резко изменило вообще ситуацию на улицах и вообще всю атмосферу, да, ввело атмосферу страха, атмосферу страха. Никто же с этим не боролся. То есть крымчане не встали, вот как все ожидали, да, крымчане не встали, не сказали, эй, ребята, уходите, мы тут сами разберемся. Хотя лозунг у того же Сергея Аксенова, что Крымом должны управлять крымчане, и как крымчане болезненно относились к тому, что им присылали начальника из Макеевки или там еще откуда-то, да. То есть вот на политическом уровне у разных партий это звучало, что Крым должен принадлежать крымчанам. И вот как раз этот злосчастный митинг 25 или 27 февраля, по поводу которого сейчас происходят дикие репрессии, когда вот крымские татары, условно, да, и русские, они сошли стенка на стенку, и Аксенов и Чубаров, они как бы пытались их развести. И у меня лично было ощущение, что вот это тот самый какой-то момент истины, когда вот эти крымчане, условно говоря, подравшись, потом, так сказать, объединятся, и будут решать, каким быть Крыму. И, собственно, на этом этот митинг и разошелся, что судьбу Крыма должны решать крымкокрымчане, и это говорили те и другие. Но, видимо, вот этого оказалось недостаточно, и все-таки внешняя сила, она была сильнее. То ли в силу того, что общество было инертным, то ли в силу того, что в обществе был посеян в русском, я бы так скажу, в обществе был посеян страх. Я говорила с некоторыми лидерами русского сообщества в Крыму в последние уже дни перед референдумом, и было совершенно очевидно, что они были страшно напуганы. Они были напуганы тем, что за ними придут и их будут убивать. Причем это говорили не люди какие-то там с улицы, не образованные, а вполне такие себе здравомыслящие, образованные и трезвые люди. И они думали, что их будут убивать кто? Ну, какой-то абстрактный правый сектор, я не знаю, кто. Ага, вот это же важно. Да, ну, конечно, не русские, естественно. Кто-то вот эти вот придут. Да, был же даже такой момент, когда на площади в Симферополе появился грузовик с какими-то людьми, одетыми в черные водолазные костюмы, которые выскочили, постреляли в воздух. Ну, это вот понятно, что это была инсценировка, но тем не менее, вот как-то этот месседж о том, что вас придут убивать, он очень легко лег, вот на мой взгляд, именно на ту ксенофобскую подложку, которая была. И люди реально в это поверили, и они реально испугались. Вот. И мне кажется, что это важно понимать для того, чтобы думать о том, что будет в Крыму. То, что происходит в Крыму сейчас, это, конечно, ну, что-то среднее между террором и беспределом, да, это можно так назвать. То есть это еще в 10 раз хуже, чем в России. Потому что, естественно, накладывается местная специфика, всех-всех знают, сводят счеты и все такое прочее. И без того, чтобы на территории Крыма было какое-то право, какое-то, я не знаю, прозрачное дело производства, какое-то, ну, не знаю, международное присутствие, я не знаю, мы ничего не сможем сделать. Потому что два года, у нас два года репрессий, понимаете? У нас два года не просто, ну, аннексировали, ладно, и посадили в сады, да, и там идет хорошая жизнь. Нет, ничего такого же не происходит. Нагнетается атмосфера страха, поляризация общества сильная. Более того, начинаются, как мы уже видим, проблемы внутри новой крымской элиты, новой старой крымской элиты, если можно сказать. То есть Крым сейчас находится как раз в очень-очень тяжелой ситуации, да? И внутренних раздоров, и углубляющегося страха, и плохой экономической ситуации, и у тех, кто думает, очевидно, ощущение того, что мышеловка захлопнулась, что Крым никогда не станет мечтой, когда Крым, Крыму ближе Стамбул, там, условно говоря, Констанция и там Батуми, чем Киев, да? Что Крым никогда не станет столицей Черноморья, что Крым никогда не станет местом, где лучшие международные университеты, что Крым никогда не станет вот той крымской мечтой, да, которая соответствовала бы его великому и многослойному прошлому. Этого нет, да, этого нет, и этого не будет. И как раз вот все лозунги, которые были у разных, как бы, этнических партий, в том числе и у русского единства Аксенова, да, о том, что Крым будет процветающий, он не процветает, потому что он в Украине, он, конечно, не процветал во многом, потому что он был в Украине, я даже не говорю, то есть вина Киева по отношению Крыма, это отдельная тема, мы ее сейчас не берем, но это как бы такая административно, административная даже, я бы сказала, административно коррумпированная, что ли, вина. Но Крым, будущего Крыма, вот такого, о котором мечталось, да, из-за которого людей как-то так воодушевляли и поднимали, нет и не будет. И как только вот это ощущение станет массовым, да, я понимаю, есть пропаганда, я понимаю, есть там телевизор и так далее, но все-таки эти люди, они, как бы, условно говоря, живут в российском пространстве довольно недавно. И, наверное, у многих из них, особенно у молодых, как бы сохранился некий навык анализировать всякие там телевизионные продукты и сверять реальность с тем, что им предлагают. А вот тут, конечно, это будет очень важный переломный момент. Поэтому говорить о том, что будет с Крымом, это очень зависит от того, насколько сильны и продолжающиеся будут репрессии, да, то есть, ну, они же не понимают, что репрессия вызовет рано или поздно противодействие. Да, конечно, сейчас все боятся, все запуганы, все слабые и так далее. Но, вы понимаете, это мы видим во всех, во всех авторитарных режимах, что рано или поздно это заканчивается. Да, и начинается реакция, да, и начинается противодействие. И плюс, когда люди, собственно, скажут, ребята, а где же наше светлое будущее, да, там камни с неба, камни с неба, ну, хватит, может быть, камней с неба. А перспектив у России развивать Крым, как ему подобает, да, или как людям мечтается, нет, просто нет никаких, потому что Россия сейчас просто в тяжелейшей, ужасной экономической ситуации, инвестиционной и всякой, да, и плюс война в Сирии, то есть, это просто совершенно неподъемная вещь. Так что будущее, конечно, неясно и темно, но я хочу сказать, что нужно следить за этими двумя тенденциями, это вот репрессия, да, и вообще, как бы, такой массовый, не массовый, селективный террор, да, скажем так, и ощущение противоречия между обещаниями, да, обещаниями российскими, в том числе о том, что Крым сейчас будет у нас волшебной страной сказкой и тем, что происходит сегодня. Ну вот, вот в этом плане очень важен вопрос пропаганды. Вот у нас тут, честно говоря, очень много в Украине говорят о пропаганде, о том, что мы ее даже демонизируем иногда, вот прослучается с нами такое. Вот скажите, вы как эксперт, который действительно знает, вот как Россия работала в разных точках горячих, вот действительно ли пропаганда имеет такое сильное влияние, или это только как краткосрочный такой, знаете, вот раз там удар, удар, люди, и потом начинается возвращение к нормальному состоянию, когда человек начинает анализировать. Ну, это очень хороший вопрос, и здесь как раз, мне кажется, хорошее учебное пособие в таком, в трагическом смысле, это даже не Россия, а Сербия во времена вот всех югославских войн. И то, что делал Милошевич, он, конечно, просто мастер-класс преподал всем по поводу пропаганды, хотя, казалось бы, югославское общество, которое было настолько более продвинутым, да, и настолько более европейским, чем все остальные, вот, сербы, в частности, поддались просто практически стопроцентно на такие явные мифы, ложь и все такое прочее. Российская пропаганда сегодня, то есть в России сейчас нет ничего, кроме пропаганды, я имею в виду все официальные какие-то каналы, которые не закрыты и не ушли в интернет, как Дождь или там еще РБК, да, сохраняющиеся какие-то приличные каналы, да, но у них минимальная аудитория, минимальная интеллектуальная аудитория, да, которая вообще в России теперь, в принципе, минимальна. Так вот, пропаганда российская очень изысканная, я бы сказала. То есть она не такая тупая, да, не такая абсолютно какая-то глупая, но самый главный российский пропагандистский продукт на самом деле это Russia Today. И этот продукт, он создает от России как бы привлекательный имидж в Европе. И много-много лет назад, я помню, в Северной Ирландии, когда вот мы снимали кино, это было лет, ну, 8 назад, да, мне уже тогда ирландцы, живущие там, говорили, ну, такого левацкого толка, да, если можно сказать, они говорили о том, что ой, какой замечательный канал Russia Today и вообще какая-то хорошая альтернатива CNN и так далее, и как это все интересно, и как это здорово. То есть это действительно, с профессиональной точки зрения, это очень качественный продукт, да, который заставляет людей верить, и он действительно дает некую альтернативную точку зрения, что, конечно, в чем, конечно, у многих есть потребность, потому что, естественно, если смотреть только CNN, это тоже пропаганда, да, своего рода, конечно. Вот, пропаганда, конечно, имеет колоссальное значение, но если она, во-первых, как это сказать, она должна приниматься, да, то есть она должна ложиться на благодатную почву, вот, это очень важно. Благодатная почва в России создавалась годами за счет постепенного уничтожения любых альтернативных мнений в кубличном пространстве, альтернативных политических партий, в политическом дискурсе нет никакого разнообразия, так что же мы ждем от медины. Так что пропаганда – это очень сильное оружие, я должна сказать, но она не работает просто так в отрыве, да, то есть она всегда привязывается к каким-то конкретным людским проблемам, и вот здесь, как бы, наступает момент соревнования, вот то, что, например, украинская власть могла бы сделать и не сделала, она не противопоставила российской пропаганде, да, какие-то конкретные дела, конкретные вещи, да, конкретную политику. Это контрпропаганду нужно создавать, или наоборот? Да нет, в том-то все и дело. Очень важно. Меня очень беспокоит как раз эта тенденция создания контрпропаганды, то есть на вашу пропаганду мы ответим нашей пропагандой, и чья возьмет, да. Нет, это такой же тупиковый путь. То есть на контрпропаганду можно, как бы, отвечать, да, и ее парировать только какими-то конкретными действиями, улучшениями, политикой, там, изменениями, которые люди будут видеть и понимать, да. Я вот, как бы, жду тоже, что станет с российской пропагандой в самой России, потому что уже не понимать и не ощущать физически, да, и там на своем кошельке, как все на самом деле плохо и совсем не так хорошо, как в пропаганде. Ну вот некоторые коллеги-журналисты говорят, вы знаете, вот этот спор между холодильником и телевизором, да? Ну, конечно. Все ждут, когда, значит, когда победит холодильник. А некоторые говорят о том, что вот сейчас в России холодильник и телевизор, они даже не противники, а они союзники. То есть наступил какой-то такой момент, что чем хуже, тем лучше, да. Типа, вот нам плохо, а мы еще и Сирию будем бомбить. Ну, хотя понятно, что Сирия бомбится как бы на те деньги, на которые можно было бы купить лекарства, да, там, например, лечить людей или там школы открывать или что-то такое делать. Ну, это же старая тенденция маленькой победоносной войны, помните, да? Только тут она не маленькая. Ну да, но уже много-много раз, даже за новейшую историю России было понятно, что маленьких победоносных войн без вреда населению не бывает. То есть это какая-то такая вот ситуация, которая, с моей точки зрения, не решается на уровне контрпропаганды, что я хочу сказать, да, что как бороться с пропагандой. С пропагандой можно бороться только изменением реальности, а не созданием новой какой-то мифической реальности. Ну вот вы сказали, вина Киева по отношению к Крыму очевидна, но это тема другой программы. А давайте вот сейчас вот попробуем, вот задам вам эту форму. Я, конечно, может быть, вина, это очень сильно сказано. Это, ну, как бы вам сказать, такое отсутствие какой-то нормальной, интересной, внятной политики. Вообще, я бы сказала, отсутствие интереса Киева к Крыму. Как было? Я могу вам привести пример из своего проекта, да, как бы, на чем я основываюсь. Еще наш проект был довольно уникальный, то есть не довольно уникальный, а очень даже уникальный, и за 4 года, да, мы стали такой самой уважаемой площадкой в Крыму, на которой действительно собирались и дискутировали и выдавали продукты люди, которые в реальной жизни, там, 5 лет назад видеть друг друга не хотели, да. То есть это действительно был очень-очень такой насыщенный, нормальный диалог с практическим выходом, да, и с исследованиями, и с лоббированием, и созданием, там, крымской школы, и всего прочего. То есть уникальная вещь для Крыма. Когда мы хотели представить этот проект в Киеве, это был, если я не ошибаюсь, 2010 или 2011 год, я не помню точно, мы, значит, привезли всех наших ребят из Крыма, и крымских татар, и русских, и украинцев, и все, и вся компания, значит, мы долго всех там обзванивали и так далее. Не пришел ни один человек с нами встретиться, ни один. Вы говорите о государственных чиновниках или об общественных органах? Например, партии, ну, я не знаю, как их назвать проукраинские, ну, вот, например, Батькивщина, там, и так далее. Они вспоминали про Крым, когда нужно было железно собрать 10% голосов от крымских татар, да. Вот тогда им обещали, там, и газификацию, и землю, и славу, и все такое прочее. Проходили выборы, и потом обо всем этом благополучно забывали, да. Или про Крым вспоминали, когда нужно было там его деребанить, да. Ну, вот при последних властителях, когда там вся земля и прочие сладкие места, да, по берегу моря, они там всяческим диким образом раздавались, распродавались, никто не знает, кому и как. То есть Крым не был политической единицей не в смысле своей самостоятельности, а в смысле важной политической единицей для Киева. Вот. И с моей точки зрения, несмотря на то, что есть такие дебаты по поводу того, правильно, что у Крыма была автономия или неправильно, и является ли, являлся ли Крым такой прям особой частью Украины, я считаю, что он являлся особой частью. И отрицать это было совершенно неразумно. Мне кажется, наоборот, вот это его не просто разнообразие, есть много многоэтнических регионов в Украине, да, но вот этот такой конгломерат истории, которая чувствуется, там, двухсотлетняя история, да, которая чувствуется как сейчас, на основе которой люди строят свои современные отношения, да, в Крыму. И вообще Крым как такая единица, с моей точки зрения, международного значения. Потому что глупо было отрицать, что Турции все равно, что России все равно, что там Греции все равно, да. Это, как бы, Крым мог бы стать неким таким международным центром Украины, коим он не стал. К моему великому сожалению, он не стал и, как бы, полностью попал в руки России. И дальше уже там события развивались по известному нам сценарию. Так что вот проблема украинской власти последней, и не только регионов, да, не только Януковича, но и Ющенко заключалась в том, что Крым не был рассмотрен как стратегический, критический и потенциально новое, как бы, международное, международное окно, да, Украины. Вот это, с моей точки зрения, была большая проблема. И что в отсутствии этого Крым стал местечковым, он стал очень, как бы, аккумулированным сам на себя, и вот это российское влияние, оно просто, как бы, там чувствовало себя очень вольготным. Вот то, что вы сейчас говорили об особенностях этого региона, сразу почему-то мне вспомнился Донбасс, жители которого тоже говорили, мы же очень особенные. У нас тоже вот хотелось бы понять, мы тоже хотели бы чувствовать себя особенными в Украине. Но я думаю, что если так еще раз задуматься, то, может быть, и во Львове тоже приблизительно то же самое сказали. Вот где здесь найти грань между особенным и между таким же, как все? Потому что вот этот вопрос, он же лежит в основе очень многих проблем. Вот сейчас там мы говорим о измене в Конституции, там в отношении Донбасса, будут они приняты, нет, непонятны. И даже в контексте децентрализации, которую сейчас очень сильно говорят в Украине. Вот это очень важная тут, по-моему, линия такая. Ну, смотрите, прежде всего не нужно путать политическое разнообразие и административное разнообразие. Децентрализация – это механизм, прежде всего, административный, у которого есть некая такая политическая подоплека, но в чистом виде это должен быть механизм повышения эффективности администрирования и нормальной жизни людей. Просто сделать ее более эффективной и свободной от коррупции. Вот, собственно, задача децентрализации. И в этом смысле Львов и Донецк – это одно и то же. Как бы этот вопрос административный, да, все. Вопрос политического разнообразия, да, и больших полномочий или прав каких-то регионов по отношению к другим – это всегда вопрос политического курса страны. И есть разные страны, в которых есть особенные регионы. Например, вот, и спорные, как правило, это в прошлом спорные регионы. Например, сейчас очень интересно происходит развитие на границе Франции и Германии, вот Эльзас. Ну, вечный, да. Вечный спор. Да, да, да. Вы знаете, что интересно? Война закончилась давным-давно, я имею в виду Первая мировая, да, ну и Вторая, само собой. Но огромная зона, территория вдоль берега Рейна, которая разделяет Францию и Германию, она никогда не застраивалась. То есть Страсбург, он стоит далеко. Это был такой пустырь. И вот сейчас, как бы, этот пустырь становится мостиком между Францией и Германией, не просто в таком символическом смысле, он застраивается, там, индустриальные парки, и жилые парки, и то, и все, и пятое, и десятое, но строят несколько мостов, физических мостов через Рейн, по которым будет ходить трамвай. То есть это, как бы, ну, когда ходит трамвай, да, понятно, что это одно, да, это не самолет, это не поезд, это не вид международного транспорта. Правда? И вот с моей точки зрения, это очень грамотное использование особых регионов, да, спорных, для того, чтобы поднять экономику, потому что это очень сразу, как бы, создаст рабочие места, привлечет туристов, да, и так далее. И с этой стороны депрессивный регион во Франции, и с немецкой стороны депрессивный регион, да, то есть это развитие экономики именно за счет открытости и, условно говоря, преодоления, да, вот этих границ. И масса таких примеров в Европе. Ну, во Франции никто пока, в самом случае, не говорит о том, что это, как это называется, особый стратус, да. Этого нет. То есть я хочу проиллюстрировать в том, что для того, чтобы какой-то регион был особенным, да, для этого не надо никакие, то есть не всегда нужны какие-то конституционные или даже легальные там изменения, да. Для этого можно просто проводить определенную политику, там, практику, и как бы де-факто, да, фактически регион становится вот каким-то таким особенным, с изюминкой, да, и, например, связывает с другой страной, с которой были проблемы. Что касается Донбасса, да, и его особенностей, он действительно особенный в том же самом смысле, что и Львов, и все остальное, он особенный экономически, прежде всего. Потому что жизнь Донбасса формировалась как жизнь людей, работающих в очень определенных условиях, да, там, шахты, тяжелое производство, это, ну, это такая, если хотите, профессиональная среда, да, можно назвать. Может быть, с этим связан какой-то особенный характер. Ну, такой же особенный характер есть и у тех, кто живет в горах, да, просто потому, что они живут в горах. И веками вырабатывается то, что ты суровый, что ты должен быть готов к тому, что на тебя нападут, ты должен быть собранным и так далее. Ну, такие вот горцы все, да, хоть там в Карпатах, хоть на Кавказе, это такой горский вид, да. Но это же не значит, что горцев мы будем выделять как бы отдельно, да, и остальных отдельно. У Донбасса, конечно, должна быть и должна была быть какая-то некая особая, там, экономическая, ну, доктрина развития, если можно так сказать, да, тем более экономическая доктрина модернизации, если, как бы, так давно о том говорят, что эти неприбыльные шахты и старые производства, их надо модернизировать и все такое прочее. Мы же знаем, что на самом деле в Донбассе ничего такого не происходило, что из Донбасса ряд известных всем олигархов просто качал деньги, да, сохраняя людей вот в том же состоянии вот этих крутых людей, которые идут под землю, и не знают, выйдут они оттуда же выми или нет, и это, как бы, еще больше закаляло вот эту, вот мы такие, а они там белоручки сидят на компьютере печатают, да. Но еще раз хочу повторить, разница между Донбассом и Крымом в этом смысле колоссальная, колоссальная, потому что Донбасс я вижу больше как такую особую, ну, особую экономическую единицу. Я бы даже могла себе представить Донбасс какой-то, ну, отдельной там экономической зоной, да, экономическая зона именно с экономическими рычагами управления, да. Крым — это другая политическая зона, с моей точки зрения, и не стоило бояться того, чтобы внутри Крыма как бы выросло вот это ощущение своего международного значения. Тем более, если мы говорим о Европе, о размытых границах и все такое прочее. Так что я не сравниваю эти регионы в смысле их как бы политического веса, да, но они могут быть разными, и Донбасс может быть там особенным в каком-то смысле, потому что у него особенная экономическая структура, действительно, не похожая на другие регионы. И дальше как бы вопрос, как эту экономическую структуру развивать, да, и что с ней делать для того, чтобы, ну, условно говоря, все были счастливы и всем было бы хорошо. Конечно, эти все требования об особом статусе политическом — это наслоение, ну, не то, что даже наслоение, это понятно, откуда берется, и это совершенно, как сказать, внешняя вещь, навеянная скрепами. Вот, и я даже не думаю, что люди на Донбассе, то есть не думаю, а знаю, да, что люди на Донбассе хорошо себе представляют, в чем конкретно этот особый статус мог бы выражаться. Да, вне сегодняшних реалий. Ну, не всегда же будет вот так, как сейчас, да, ну, когда-то там будет нормальная жизнь, и как бы и что? И в чем будет разница? Выборы будут не такие, или там что будет не такое? То есть политическая особенность Донбасса, она надуманная, с моей точки зрения, а экономическая особенность — не надуманная. Но экономическая особенность — это нормальное состояние в большой стране, в которой разные-разные регионы. Ну, вот еще один важный вопрос. Вот мы периодически забываем почему-то, что Крым все-таки был автономнее. И вот, если перефразировать, то можно сказать, ну, а что мешало Крыму самому и людям, живущим в Крыму, вот превратить его просто в жемчужину, о которой вы говорили, простите? Это очень хороший вопрос. Я бы задала его некоторым украинским политикам, прошлым и нынешним, кстати, в том числе и крымским. Ну, как бы ни для кого не секрет, какая в Крыму была коррупция. Ну, какая везде была коррупция, да, и есть. Но в Крыму это было как бы особенное, что-то особенное, как мы говорим. Отчасти потому, что очень там тоже сладкие были места и все такое прочее. Мне кажется, что это происходило от того, что, как я уже повторяю, что Крым был очень таким местечковым. И вот эти все разговоры про великие мечты, они были там у некоторых людей, но у них никогда не было ни средств, ни политической поддержки, да, ничего для того, чтобы такого рода проекты развивать. Сколько я помню, все замечательные такие международные проекты в Крыму, они проваливались. Например, была идея Севастополь сделать университетским городом. Это была даже такая поддержка со стороны Европейского Союза, чтобы вот там был такой черноморский как-то особенный университет, и чтобы туда приезжали студенты со всего мира и так далее. Не сделано, не получилось. Хорошо. Были разные там идеи каких-то там невероятных фестивалей и так далее. Ну был Казантип, да, но все равно это все как-то не, как это сказать, не сгруппировалось, да, в какую-то единую такую политическую канву международного, культурного, там, я не знаю, поэтического, туристического центра. С чем это связано, это, конечно, трудно сказать, это нужно очень серьезно анализировать, но я считаю, что это, конечно, уровень коррупции колоссальный, и вот это отношение временщиков, да, то есть люди приходили во власть в Крым для того, чтобы там чего-то хапнуть, да, пока есть возможности потом уехать. Вот. И действительно, с моей точки зрения, я, конечно, не сноб в этом смысле, но Крым в ужасном был состоянии. То есть вот я бы, например, в Крым отдыхать не поехала, хотя я не езжу там в какие-то невероятные курорты, да, просто потому, что там были проблемы с водой, там было грязно, ну, в общем, масса вот таких практических вещей, которые, вы совершенно правы, можно было бы решить, ну, элементарно совершенно. Ну, вот как-то не сложилось, не сложилось, не было вот этого импульса. Мечтателей было мало. Они были, как правило, не во власти. Административные препоны, потом тоже эта автономия, она была такая очень своеобразная, то есть сами крымские лидеры, да, политические, они жаловались на то, что эта автономия такая эффективная, на самом деле. Крым больше отдает, чем получает, но можно, можно спорить, да, можно спорить об этом. Но, в общем, вот не случилось. Крым не стал украинским международным политическим проектом. Ну, и вот еще один важный вопрос. Вот у нас сейчас есть оккупированный Крым, и у нас есть война на Донбассе. И вот минские переговоры, о которых говорили и в Украине, и говорил весь мир, там один, два, может быть, будет три в этом году, вот они как-то были сконцентрированы только на ситуации войны на Донбассе. А вот Крым какое-то время казалось, создавалось такое впечатление, вынесен за скобки. И вот фактически, когда началась блокада Крыма, то снова активно заговорили и у нас, лица в массовой информации, и на Западе. Вот как вы считаете, Крым и Донбасс должны лежать на одном столе переговоров? Или это все-таки разные истории? Или разные стороны одной и той же войны? Ну, я считаю, что это разные истории. И прежде всего потому, что, как это ни странно, как это ни трагично звучит, но война на Донбассе – это один из вариантов отношений между Украиной и Донбассом. А с Крымом таких отношений не было. Вы имеете в виду сейчас элемент противостояния между украинцами? Эти стреляют в этих, вот что я имею в виду, на Донбассе, да? Ну, там же не только российские войска стреляли, да? Понятно, что это был серьезный элемент людей, которые жили там, и украинских добровольцев и так далее, которые стреляли друг в друга. Война – это тоже способ отношений, это тоже вариант отношений. Страшных, ужасных, но тем не менее, это вот какая-то такая парадоксальная связь. Поэтому на Донбассе вопрос прекращения войны и того, что делать с теми, кто воевал, это тот вопрос, которого нет в Крыму. В Крыму отношения между Крымом и Украиной оборвались, ну, в течение, там, пары недель, да? Все, стоп. И больше ничего не было. Вот эти два года ездят, конечно, какие-то люди и так далее, но все, это как бы случились как два разных пространства. Вот эта пуповина какая-то, да, она разорвалась. А с Донбассом это все очень живо. Несмотря на войну и, может быть, даже благодаря войне. Вот. Поэтому на Донбассе вопрос военный стоит прежде всего, да? То есть вопрос прекращения войны, вопрос обмены военнопленными, вопрос разминирования, да, вопрос, в конце концов, расследования военных преступлений. Я, например, считаю, что без этого, без расследования военных преступлений со всех сторон, я имею в виду со всех украинских сторон, российское отдельное дело, это вопрос как бы международного, да, тригунала и так далее. Я сейчас это не беру, но для того, чтобы строить здоровое общество, да, нужно это сделать обязательно, как бы это больно и неприятно ни было, но мы знаем, что были преступления с обеих сторон. И даже не то, что мы знаем, а люди знают, да? Поэтому вот это очень важный вопрос. С ним же связан вопрос амнистии, да? То есть вот этот элемент перехода от войны к мирному сосуществованию на Донбассе сейчас, с моей точки зрения, является принципиальным. Никакие не выборы, это вообще просто глупость. И никакой не особый статус. Это дело 29-е, потому что война не прекратилась. Несмотря на то, что у нас есть перемирие, да, так поставим его в кавычки, мы все же понимаем, что в любой момент это может обостриться, потому что и там, и там стоят люди с оружием, которые готовы друг друга убивать. И они знают, за что. Вот это тоже такая интересная, печальная тенденция на Донбассе, что как бы война стала уже причиной войны сама по себе. Может быть, в самом начале на Донбассе не было такой поддержки, там, российской, или поддержки присоединения к России, или независимости и так далее. Все-таки активными была очень маленькая часть, да, людей, а остальные были, ну, как-то так. Ну, как-то началась война, война для тех, кто в ней оказался, правый, левый, проукраинский, прорусский, неважно, да, вот в состоянии войны, бомб, там, лишения, голода, это иное вообще человеческое состояние, для них война не закончена. То есть вот так вам сказать, знаете, а мы в Нинске решили, что все, вы теперь будете дружить. А, подожди, а как дружить? У меня там разбомбили дом, у меня убили семью. Как вот я сейчас пойду и буду дружить? Ведь вчера мы воевали, а сегодня буду дружить. Так не бывает. Так не бывает. Должен быть очень сложный и очень многогранный, многоступенчатый вопрос вот этого военного, то есть превращение военного противостояния, да, в невоенное. А потом уже, да, тоже долгий, долгий процесс решения о том, как мы будем жить вместе, будем мы жить вместе, там, при каких условиях и все такое прочее. Так что от войны к особому статусу вот так вот перепрыгнуть нельзя. Ну вот еще важный вопрос, можно ли говорить с сепаратистами? Вот. Как, с кем вести переговоры? Вот понятно, что Россия играет основную игру на Донбассе, и об этом, ну, и речи быть не может. Все, это всем понятно. Но получается, что Украина-то ведет переговоры фактически с людьми, которых мы называем официально сепаратистами и террористами. Вот в мировой практике. Как, говорить с ними или нет? И что со страной-агрессором делать? Ну, в мировой практике, конечно, есть и сепаратисты, и террористы, и люди так их и называют, а потом перестают их таковыми называть, да, и называют там совершенно по-другому. То есть это вопрос названий, он совершенно вторичен, да. Вопрос в том, можно ли с ними говорить? Вот сейчас, например. Можно говорить, можно с разными людьми, это тоже вопрос политического выбора, и это вопрос очень сложного политического выбора, конечно. Конечно, я понимаю, что сейчас, ну, то есть Минск есть Минск. Минск был построен, понятно, так, что он, в общем, не работает, да, и это была его основная задача, он никуда-никуда не пойдет, и это некий тупик. И понятно, что там нет никого, кто представляет, да, стороны, что там Леонид Кучма представляет Украину, нет, или там Зурабов, который уже представляет Россию, нет, конечно, но это, как бы, было ясно, это было заложено в переговорах. Если бы, если как бы делать нормальные переговоры, да, вот как полагается, как сейчас в Колумбии, да, ведутся переговоры между президентом страны и бандитами, сепаратистами, там, террористами и так далее в лице ФАРК, да, вот этой революционной армии, ну, 50 лет прошло, и выжигали, и бомбили, и с помощью американцев и так далее, но вот все-таки через 50 лет как-то поняли, что все-таки надо как-то договариваться, и те поняли, что надо договариваться, и эти, да. И вот с террористами, да, вот с террористами, которые, например, в Соединенных Штатах на списке террористов, да, ведутся переговоры, потому что в какой-то момент, то есть террористы это тоже такое политическое определение, да, и вы знаете, что в мировой практике известно, когда одни называют террористами, другие называют наоборот, там, борцами за свободу и все такое прочее. Все меняется. Переговоры ведутся с теми, кто реально представляет людей, да, или с теми, кто может реально поменять ситуацию. Для того, чтобы определение партнера по переговорам, это вообще большая часть, большая часть успеха. Минские переговоры были слеплены быстро-быстро, да, вот у нас есть какие-то там люди, вот их типа выбрали, ну вот вы с ними типа говорите, да, и вот такой у нас типа Минск. Это же не настоящие переговоры, они не приведут никакому политическому решению, устойчивому политическому решению. Такие вещи, да, не решаются за год. Они могут как-то там ситуацию заморозить, да, законсервировать и так далее. Но Украине абсолютно надо вести переговоры с теми, кто на той стороне. И на той стороне там разное общество, там разное общество. Там есть люди, которые бандиты, здесь, кстати, тоже есть люди, которые бандиты, там есть люди, которые с идеями, здесь тоже есть люди, которые с идеями, то есть там тоже есть разные, разные люди, да, с которыми чем раньше как бы начать выстраивать отношения, не публичные, конечно, и это целая как бы там отдельная наука, да, как строить такие переговоры, тем лучше. Потому что все равно, ну, это я возвращаюсь к той теме, о которой я все время говорю, в Киеве, что есть ли у Киева стратегия в отношении Донбасса? Грубо говоря, хочет Киев, ну, Украина так назовем, Донбасс внутри или снаружи? И вот пока этого такого точного ответа, и почему, да? И вот пока точного ответа на этот вопрос не будет, очень сложно выбирать себе партнеров к переговорам. Потому что если ты заранее, например, знаешь, я их не хочу, я вообще их не хочу, я их ненавижу, я не хочу, чтобы они были здесь. Если ты не хочешь, чтобы они были здесь, они не будут здесь. И зачем тогда с ними вести переговоры? И вот это метание, оно, конечно, не позволяет определить какую-то нормальную стратегию. Но все, рано или поздно, через 10 лет, через 20 лет, через 50 лет приходят к тому, что государство, если оно хочет отколовшуюся часть, да, присоединить, оно должно разговаривать с теми, кто на той стороне. Потому что никакие войны не начинаются просто так. То есть это такой большой миф, что можно человеку сказать, вот, бери ружье, иди его убивай, вот, со вчерашнего дня, с чистого листа, да, он пойдет и будет это делать. Тем более после того, как была война, да, люди прошли через некий опыт, да, через некие, некие, там, переживания и так далее. И с ними надо говорить, потому что они никуда не денутся. Людей с оружием всегда меньшинство. А куда деть из этих переговоров Россию? Вот, понимаете, тут вот важный же вопрос. Если бы это был, как бы, гражданский конфликт, ну, как случается такое в некоторых странах, то тут понятен алгоритм. А вот мы же понимаем, что тут есть... Да, но это два разных уровня. Это вот проблема Минска, точно такой же формат, например, женевские международные дискуссии в конфликте Грузии на Абхазе в Юго-Осетинском, да, он тоже не является мирными переговорами, потому что там нет представительства и там нет полномочий. Вот точно так же в Минске нет представительства и нет полномочий, на самом деле. Да, по поводу того, как бы, как вести себя с Россией, да, и с российской агрессией и так далее, это отдельный уровень. Это совершенно отдельный уровень. И тут, как бы, люди из Донбасса, они не оттуда. С Россией нужно вести переговоры на уровне России, то есть там Киеву, я не знаю, Вашингтону, там, и так далее. Ну, или вообще какой-то процесс, или осуждение, или трибунал, или, ну, в общем, какие-то меры, да, так скажем, стратегию в отношении российской агрессии, да, вырабатывать. Но это совершенно не означает, что если все вопросы решатся каким-то там магическим способом когда-нибудь с Россией, то на Донбассе сразу все будет тише гладь и божья благодать. Нет, я уже говорила о том, что это можно называть гражданским конфликтом или не называть гражданским конфликтом. Но после того, как прошла война, там появилась общность людей, которая чувствует себя другой, если даже Донбасса не был другим, то сейчас вот их объединила эта история войны, их объединила эта история, ну, тоже некоторые там риторики милитаристской и так далее. Поэтому отрицать это нельзя, приказать им любить Киев нельзя сейчас. То есть им можно только там помириться, да, что включает в себя и просить прощения, и прощать, и я даже не в человеческом смысле имею в виду, а в политическом, да, есть политические инструменты прощения и примирения. Но без этого все отношения с Россией, они бесполезны. То есть Киев, то, что Киев может противопоставить Москве, да, это демократическую, человеческую, умную, гуманную власть, да, то, чего нет в России. И мне всегда очень грустно смотреть на то, когда Киев пытается быть Москвой. Вот не надо этого делать ни в коем случае. Не нужно перенимать плохие манеры. И все-таки не могу вот два очень коротких вопроса не задать. Вот вам оттуда, из Брюсселя, как кажется? Вот многие говорят о том, что конфликт на Донбассе мы переводим в конфликт, похожий на ситуацию, которая с Приднестровьем была. Вот там какой-то потухший конфликт, погасший, притушенный конфликт. Вот вы скажите, вы как воспринимаете сейчас то, что на Донбассе происходит? Это что, мы движемся к Приднестровью или нет? Ну, пока нет. Нет, нет, пока нет. Пока это, я говорю, что пока этот конфликт, то есть пока не закончилась война. Поэтому мы пока не можем даже говорить ни о каком замороженном конфликте. Я вообще не люблю этот термин. Но нет, пока нет, как это вам сказать, замороженный конфликт или длительный, или затяжной конфликт, это тогда, когда есть устоявшиеся вот такие конфликтные стороны. Когда точно можно сказать, вот этот с этой стороны, а этот с этой стороны, и вот у них такие противоречия и так далее. На Донбассе этого пока нет, мы еще не дошли до этой статьи. В Донбассе сейчас становление вот этого какого-то война. Война не только на Донбассе, но и в Украине. То есть вся Украина живет пока еще в состоянии войны. Поэтому говорить о том, что это Приднестровье, это еще очень рано и неправильно. Если выбирать из замороженных конфликтов, какой предпочтительнее, Приднестровье самый мирный в этом отношении и самый легкий. Не в последнюю очередь, потому что все-таки Молдова и Приднестровье и политический, и экономический, они как бы с самого начала не поставили непреодолеемых барьеров между друг другом. Это было очень важно, это очень принципиально. И сейчас это дает свои плоды. Можно быть не в смысле радикального изменения, например, позиции Приднестровья, но в смысле хороших нормальных отношений между людьми, между предпринимателями. И то, что Приднестровский бизнес регистрируется в Молдове и выходит на европейский рынок и так далее. То есть меня в Приднестровье очень приятно, приятно удивляет, если можно так сказать, то, что видно, что люди никогда не рвали отношения навсегда. Вот так как было между грузинами и абхазами, осетинами, армянами и азербайзанами. Вот это очень важно. И это опять возвращает меня к моему тезису, что надо сохранять отношения. Сейчас пока отношения между Украиной и Донбассом военные. То есть они связаны войной. Вот как-то надо это переделать, чтобы они были связаны чем-то другим. Ну и последний вопрос. Некоторые говорят о том, что Путин начал войну на Донбассе, чтобы отлить внимание от Крыма. И вот если мы послушаем и возьмем кусочек из интервью премьер-министра России, который сказал в Мюнхене в одном из интервью, сказал, что вопрос с Крымом решен, давайте уже все, и забудем это, и давайте санкции снимать. Приблизительно так это звучало. Вот скажите, пожалуйста, какой может быть позиция западных стран, которые активно вовлечены в решение этих конфликтов между Украиной и Россией? Может быть такое, что, например, вот Запад допустит обмен Донбасса на Крым? Или скажет, окей, Донбасс вот сейчас как-то урегулирован, но на Крым пока в ближайшие годы закроем глаза, вот как-то вот, ну и не стреляют, и хорошо, там нет чего-то такого турбулентности очень сильной, там нет войны такой видимой, и нормально просто. Ну нет, конечно, может быть, Медведев может говорить все что угодно, что вопрос с Крымом закрыт, открыт, и так далее, это не имеет никакого абсолютно значения. Конечно, вопрос с Крымом и не закрыт, и он остается открытым, потому что Крым сейчас это тест на то, насколько состоялась вообще система международного права. Потому что все остальные конфликты с таким как бы сепаратистским наполнением, хотя я не люблю это слово, но неважно, они имели совершенно другую динамику, да, то есть аннексии не было, не было аннексии там давным-давным-давно. Вот, в отношении Крыма это чистая аннексия, несмотря на то, что некоторые крымчане будут утверждать, ну и Путин будет утверждать о том, что это волеизъявление. Кстати, признание Абхазии и Южной Осетии произошло тоже благодаря волеизъявлению народа, как сказал тот же Медведев, по-моему, он тогда был президентом. Вот, и это волеизъявление заключалось в том, что люди вышли на митинг в центре города. Так что волеизъявление мы называем, что хотим, когда нам удобно, мы сразу, значит, про волеизъявление. Ну вот так примерно с крымским референдумом. Это раз. Во-вторых, чрезвычайно важно, и я думаю, что события последнего времени, даже в Европе, как бы показывают, что когда они проснулись и начали понимать, что аннексия Крыма, это не то, что там людям вдруг стало волшебно, и было плохо-плохо, а теперь вот их, ну как бы, бескловно аннексировали относительно, да, и им стало хорошо ничего подобного, что мы видим политические репрессии, этнические репрессии, и вообще, как бы, полный кошмар, да, то есть мы получили проблему огромную, да, в результате аннексии не только для Украины, да, но и для Крыма, но и для самого Крыма. Поэтому вопрос Крыма совершенно не закрыт, и мы будем смотреть, как он будет развиваться, и как, что будет делать международное сообщество по этому поводу, потому что, как еще раз повторяю, это тест, и как бы обмен Крыма на Донбасс, это не, ну, не может этого быть, да, это совершенно разные вещи. Я, конечно, не могу сказать, насколько успешным, да, будут действия международного сообщества сейчас, и, конечно, конечно, вот если завтра вдруг Путин скажет, ну, отдайте Крым назад, да, это, ну, тоже будет довольно сложно, ну, отдали, а дальше, там все равно осталась масса людей, которые совершенно не хотят, чтобы их отдали назад, или уже вообще не знают, чего они хотят, да, то есть это тоже очень должен быть тонкий процесс, это не простое решение, да, но Крым и Донбасс – это вещи совершенно разного порядка, и менять это друг на друга нельзя, и Крым остается на повестке дня, как такая новейшая аннексия. Наталья, спасибо вам огромное, спасибо. Я хочу напоить нашим зрителям, что Наталья Мириманова была у нас сегодня в прямом эфире, вы оставайтесь с нами, у нас уже в следующей студии, и, Наталья, будем рады видеть вас у нас в Киеве. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова